Вадим Панин Добрый день, я Вадим Панин, форвард БК Уникс. Баскетбол – это любовь всей моей жизни. Сейчас я расскажу, как развивались наши отношения. Вадим Панин Да, наверное, да, не стал бы, если бы не отец. Я помню, ну, как всегда, пришли в школу, втали все, посмотрели, кто повыше. Ну, и оставили телефон. То есть, это было две женщины, два тренера. Ну, оставили телефон, и я так, по-моему, принес домой, оставил, и все. А папа был в командировке в тот момент, я помню. Потом пришел, спросил, как всегда, что нового. Ну, наверное, кроме таких средних оценок нового особо ничего не было. Ну, и как бы случайно, по-моему, мама, я даже не помню, Илья, может быть, сказал, что вот, приходили там, вроде, секция спортивная. Ну, и все. Он говорит, а что думать-то, ну, иди. Ну, второй раз папа повлиял на мою карьеру и сказал, нет, оставайся в «Динамо». Там был тренером Базареев Сергеем Ильяновичем. То есть, он тогда играющим тренером был. И, наверное, это был опять правильный выбор. И я не могу сказать, что я там начал играть, но, опять-таки, тренировал с профессионалами. То есть, там был и Дима Демани тогда пришел, Никита Моргунов был. И, кстати, Сергей Быков тоже там уже играл год. Получается, мы с ним начинали вместе, можно сказать. Я начинал с ним первая моя профессиональная команда. И мне приятно, что опять я с ним сейчас играю здесь, в Казани вместе. И, наверное, вот это такой момент был, ну, и переломный, что ли, но важное такое решение. И после этого, ну, хорошо ли, плохо ли моя карьера профессионального баскетболиста началась. Да, действительно, много команд так уж получилось. Не могу сказать, что это какое-то хобби там или что-то менять там, привычка, да. Ну, какие-то были определенные везде, не знаю сказать, какие-то условия, но из-за чего надо было менять команды. Наверное, если брать второй год после родного, ну, где родился, Москва, наверное, я отмечу Пермь. Не беру те годы, когда уралгрейд был там на вершине, да, например, даже когда они уже последние годы, ну, мягко не очень хорошо выступали. А болельщики все равно сумасшедшие приходили, было очень много зрителей и поддерживали. И это, не знаю, город, ну, они заражены, ну, так сказать, баскетболом. И когда я там играл, даже когда идешь в магазин где-то, все время спрашивают, подбадривают, желают удачи. Ну, и потом, время для меня, как бы, я там познакомился с женой, поэтому и каждое лето, ну, по исключению последнего, мы все время туда летаем. И, наверное, для меня это, как, вторая родина, что ли. Так получилось, да, что у них вернулся я единственный раз, ну, из тех команд, которых играл. И, в принципе, приятно, потому что он изменился после Универсиады, которая здесь была в лучшую сторону. И сейчас, наверное, не узнать с тем городом, который я был там в 2006-2007 году сезону. Тогда была действительно сильная команда, и были братья Луеновича здесь, и Саулис, Штромовец, и американские тоже сильные были игроки. И Егор Мещеряков был в городе, тоже известный игрок. Мы боролись с Химками за выход в финал, и, помню, да, Саулис получил травму. И, наверное, может быть, из-за этого в финале не показали, ну, как сказать, максимальной игры, которую, в принципе, эта команда могла показать, бороться даже с ТСКА за золотые медали. Но серебряная медаль была тоже очень приятная для меня тогда. Она была первая. С Химками была. Да, вторая, это третья, но это действительно, да, об этом я, наверное, никогда не забуду. И она, как даже после прошлого года говорили, такая серебряная, но немножко с золотым отливом. И действительно было приятно. Был коллектив у нас таких единомышленников, от которых, в принципе, наверное, мало кто ожидал такого прыжка. Да, всегда, то есть, неважно, как ты начинаешь, все запоминают, какой конечный результат. Поэтому сейчас, конечно, надо показать свой максимум, да, и где-то даже, ну, если пройдемся с Еврокубки, что нам хотелось бы дальше в пуллов и как можно лучше. И, конечно, у нас задача только одна – выиграть Еврокубок, чтобы отобраться в Евроливу на следующий год. А в ВТБ тоже, конечно, задача максимальная ставит. И хотелось бы, как минимум, играть в финале, а там уже посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok